Я вижу, к нам присоединился наш второй спикер Игорь Пустоветов. Это генеральный директор и соучредитель инновационной компании G-Monit. Игорь со своей командой ранее уже получал грант. Вот как раз он задействовал инновациям. И вместо того, чтобы погружаться в эти узкие требования и огромные пласты текста, я предлагаю выслушать реальный настоящий кейс. Игорь сегодня нам расскажет про то, как они получали грант. И, соответственно, покажет, какие результаты они от этого достигли. Игорь, тебе слово. Всем привет, Сергей, спасибо. Да, действительно, на самом деле я сталкивался с таким же вопросом. Я сейчас за 10 минут включился и думал, как же эти гранты получаются. И, наверное, по ним как-то тяжело отчитываться. Я сейчас вот коротко расскажу, какая у нас история успеха. Надеюсь, это кому-то будет полезно. Видно мой экран сейчас синенький? Отлично видно. Вот, отлично. Итак, меня зовут Почтоветов Игорь. Я генеральный директор проекта G-Monit. Я являюсь директором по развитию соучредителем группы компании LeTota. Это компания-интегратор, которая имеет различные направления в аутстаффинге, аутсорсинге, в IT, разработке высоконагруженных проектов. Вот, мы, одной из моих задач, там, с 19-го года было создание собственного продукта внутри контр-группы компаний. Как бы, это задача такая, между партнерами. И мы выбрали направление, то есть мы проводили ресерч, выбрали направление и стали создавать продукт в той области, в которой мы наиболее понимаем. Так получилось, что мы начали это делать еще до того, как это стало майнстримом по импортозамещению, но потом мы оказались вот и на этой волне. Как говорится, удача сопутствует тем, кто трудится. И вот нам здесь, наверное, тоже повезло. И именно поэтому мы вошли в реестр отечественного ПО, мы стали резидентами Сколково, собрали там всевозможные медали, чтобы на российском рынке мы были максимально активно представлены. Но не только как медали, но и для того, чтобы взаимодействовать со всеми фондами поддержки и получать максимум из этого взаимодействия, эффективно вырегивать эти ресурсы в становлении компании и в развитии. Так вот, G-Monit – это Fullstack Observability платформа, это такое страшное название, но если простым языком объяснять, это программное обеспечение, которое позволяет крупным компаниям и среднему бизнесу, который в той или иной степени цифровизирован, ну, то есть представим какой-то, например, Точка-банк или Тинькофф-банк, у которого весь бизнес основан на цифре, на цифровом окружении, вот, и мы помогаем таким компаниям понимать, как работает их цифровое окружение, то есть и программные средства, и аппаратные, выявлять узкие места и, соответственно, предупреждать о возможных инцидентах, каких-то неоптимизированных узких местах, вот, для того, чтобы минимизировать их потери в случае простоя или там неоптимизированной работы этих сервисов. Если мы говорим про какой-то там большой банк, то, например, если взять Альфа-банк, если у него встанет сервис, один из сервисов там его клиентов типа СБП, то минута там простой, это там десятки миллионов рублей. Соответственно, G-Monit помогает сократить такие сдержки и заранее предсказывать, что будет, будет там впереди. Вот, я как раз про это подробнее расскажу. Теперь, почему мы это хорошо делаем, чуть-чуть про группу компаний, вот, как я сказал, у нас там несколько компаний там в структуре, мы всегда разрабатывали высоконагруженные проекты, например, мы запускали там фондбет-процессинг, его регистрации там в этап чемпионата мира футбола, это десятки миллиардов рублей там транзакций, очень высокие нагрузки, то есть это совсем непростая задачка, год была, чтобы это реализовать, но тем не менее, мы для этого использовали различные системы мониторинга, именно поэтому пришли к тому, какой она должна быть, эта платформа, и стали использовать лучшие решения, которые были на рынке, выработали собственные подходы, которые соответствуют там уровням Gartner, есть такая аналитическая платформа, вот, которая анализирует тренды в этой области, именно поэтому мы стали развивать собственное решение мирового класса, и сейчас мы уверенно двигаемся через российский рынок к мировому рынку, вот, что конкретно, я рассказал про G-Monit, что, какую ценность он приносит нашим клиентам, теперь конкретно про цифры, во-первых, вот эти цифровые компании, которые хотят сократить потери от простоев, они хотят узнавать о проблемах раньше, чем об этом сообщают их пользователи, чтобы не вы написали техническую поддержку, а чтобы они изнутри знали, что есть такая проблема, а лучше узнали еще раньше, чем она будет, вот, но это уже совсем как бы высший палатаж, к которому мы стремимся, вот, если взять пример нашего клиента, ленту, то за год ими было обнаружено 88 критичных инцидентов именно через проект G-Monit, когда вы пойдете оплачивать на кассе лента, будете открывать карточку, которые будут пикать, или будете проводить там карты, ну, предкладывать карту на кассе для оплаты, вы знаете, мы это мониторим и смотрим, как это работает, вот, в том числе и мобильное предложение, вот. Что касается, например, DNS и такой тип компаний, они хотят сократить время расследования инцидентов для группы разработки и эксплуатации, то есть нужно быстрее это понимать. Вот, соответственно, на примере DNS они сократили такой разбор с 10 минут до 20 секунд. У нас сейчас появился еще клиент FOC, у них тоже примерно такой же кейс, в ряде случаев разбор занимал до 24 часов, мы стали находить это за несколько минут. Их проблемы, соответственно, представьте, сколько мы им сэкономили денег. Если взять такую сумму, в этом году мы активно бежим по ритейлерам, мы в целом примерно сократили влияние технических проблем на бизнес-показатели в ритейле в России где-то на 1-3% от них получите выручки. То есть вот настолько мы помогаем ритейлу. В следующем году мы планируем развиваться на банке, там страховые сервисы, как розыгрыш страх, ингострах. То есть это, почему мы идем по этим отраслям, потому что они наиболее цифровизированы в России и наиболее развиты в этой улице, а значит мы наиболее нужны. На самом деле в других отраслях тоже мы пригодимся. Вот. Теперь про сам G-Monit, внутри как он устроен. И я перейду к гранту, чтобы вы поняли, почему грант там оказался полезен и что можно еще вообще от ПСИ взять. Вот. Вот фонд содействия инноваций. То есть G-Monit – это клиент-серверное приложение, у которого есть агенты, которые ставятся на определенные направления мониторинга. Мобильные агенты, браузерные, которые смотрят клиентскую часть фронт-энд, APM-агент для бэкэнда, инфраструктура, которая смотрит, как работают сервера базы данных. Это специфичные агенты, такие, которые мониторят 1С, саб-системы, какие-то коробки типа Zibili там различные. Так вот эти данные мы разными способами, через разные агенты собираем в G-Monit, в коллектор данных, и с ними работаем, их интерпретируем и выводим на дашборды. Это происходит автоматически. То есть поставить агенты там несколько часов, перезапустить систему, данные пошли, метрики автоматически показались в G-Monit. Куча дашбордов с различных сторон. Ты можешь смотреть свою систему, все автоматически строится в карте сервисов, все красиво. Это называется observability подхода. Но в этой части важно, что мы несем как бы нового на рынок. Это подходы AIOps, которые позволяют нам понимать, как образуются аномалии, правильно их искать и находить между ними корреляции. Вручную это сделать невозможно. И для этого мы как раз используем искусственный интеллект. Сейчас я не могу сказать, что это фича, мы ее не выпустили на рынок, но благодаря как раз вот работе с фондом содействия инновациям мы провели ресерч в этой области, выпустили как бы первую версию такую. Наверное, она не бета, а скорее гамма-версия такая, которая сейчас станет бета и выйдет в инфу клиентов. Но мы смогли начупать ту область, в которой мы можем развиваться. И вот это вот решение, оно двигается как раз в направлении создания такой платформы для командной работы в разборе инцидентов и сервисов. Простым языком, если вы пользовались там какими-то конструкторами графиков, схем, типа Lucid Chat, Draw.io, раньше, который Google купил, после этого на рынке появилась Miro, и всем стало сильно проще работать в онлайне, конструировать вместе то, что они вместе придумывают, выносить их на какой-то paper. Вот. И вот условно, G-Monit — это такое Miro в области только мониторинга, который работает с конкретными данными в онлайне и позволяет находить эти ошибки, проблематики и взаимодействовать в команде вокруг этой информации. Вот. Это G-Monit. И мы как раз такую вот платформу строим, поэтому там искусственный интеллект — это сильная опора для нас. Соответственно, это позволяет различным группам пользователей, которые справа указаны, получать свои ценности от взаимодействия с продуктом. Например, если это IT-директор крупной компании, CIO так называемый, они получают полную статистику влияния IT на показатели бизнеса. То есть рождается жесткая связка, что у нас с выручкой и что у нас с IT. Мы можем понять, что где-то встало что-то и как это повлияло на выручку. Это как раз вот про недополученную там прибыль выручки на предыдущем слайде. Аналитики продукт-менеджера могут выявить там ключевые бизнес-метрики продуктов и понимать в реальности, что происходит с какими-то новыми изменениями в продукте, с выпуском новой версии. Отдел эксплуатации может, соответственно, соблюдать свои SLA, показатели качества. Отдел разработки может быстро проводить отладку troubleshooting, какие подходы к observability-driven development, когда ты разрабатываешь не вслепую, а опираешься на очень сложную систему и, выпуская новый релиз, должен понимать, как этот новый релиз повлияет на систему до того, как ты его выпустишь. Для этого как раз G-Monit и пригождается. Ну и служба технической поддержки, та, которая не так глубоко врубает, как отдел разработки, когда к ней может прийти запрос снаружи или внутри от внутренних пользователей, и они сами нашли какие-то корреляции, они могут непосредственно там нажать три клика и до строчки кода провалиться в проблематику, взять строчку кода, отдать артефакты разработчикам, и они это автоматически устраняют. Это реально работает, потому что мы как раз устраиваемся на уровне исходного кода. Про продукт все. Вот. Теперь, почему мы брали фонд содействия новациям гранты, зачем он нам нужен, почему мы будем взаимодействовать в будущем. Наша цель гранта, наш грант, это был старт и один, то есть есть обычный грант и старт один. У нас был этот старт на искусственный интеллект, потому что мы хотели эту компетенцию развивать. Мы не хотели развивать это R&D на собственные деньги, потому что у нас уже были первые клиенты, и нам хотелось попробовать то направление, куда мы шли. Вот. Именно поэтому мы пошли в фонд содействия инновации, там была вот эта программа, и как раз ее целью является выявление возможности создания востребованного продукта в области именно искусственного интеллекта. Вот. С нами это мэчилось. Сумма 4 миллиона рублей, казалось, нам достаточно для того, чтобы провести это R&D, вот, и пройдите эту компетенцию. Соответственно, мы взяли грант на 12 месяцев, вот, и по результатам это явилось то, что мы создали рабочий прототип программного продукта и подали заявку на реакцию программы для EVM. Примечательно то, что здесь не нужно регистрировать патент какой-то там на научную супердеятельность, что ты там что-то такое инновационно разработал. То есть тебе нужно доказать, что ты сделал востребованный продукт, который, по которому потом отчитываешься, ты говоришь, вот он, рабочий прототип. Если я так буду масштабировать, то это принесет вот такую-то пользу. Вот. И фонд содействия инновациям это достаточно и достаточно этого бизнеса. Что касается конкретных требований к получателю этого гранта. Ну, во-первых, это должно быть физическое, юридическое лицо. Мы были юридическим лицом со статусом микропредприятия, вот, и находились в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот, туда несложно попасть. Вот, у нас была регистрация не более двух лет. У нас были соответствующие АКВЭДы. Сергей тоже об этом говорил. У нас 62-й АКВЭД на разработку. У нас там 72-й, по-моему, на научную деятельность. У нас еще там внутри выставе. И мы под это подходили. При этом организация, конечно, не должна находиться в процессе ликвидации. Должна быть зарегистрирована как налоговый резидент РЭП. Плюс не должно быть там иностранных включений, иностранных акционеров. То есть, ну, и ряд каких-то там таких минорных требований, которые я уже не стал выводить на экран. Еще есть набор определенных требований к предоставляемой информации. Их довольно много, но они довольно все простые. То есть, например, бухгалтерская четкость автоматически там выгружаются. Или сведения о средней списочной численности сотрудников тоже автоматически. Единственное, на чем стоит поработать, это анкета участников, показать, что у вас есть достойная команда для выполнения этого проекта, показать, что есть все необходимые компетенции. И, в принципе, там, грант будет ваш. Повторюсь, что, на самом деле, я первый раз получал этот грант. Не я, а вообще в целом команда. Вот. У нас не было там довольно больших мощностей, чтобы это получить. Но здесь лучше пользоваться услугами консультанта, потому что здесь есть некая бюрократическая процедура, которую лучше разбирать с тем, кто это понимает. Я так понимаю, Сергей, это вы здесь выступаете, как здесь вот такой консультант. Лучше, наверное, взаимодействовать. Мы взаимодействовали, это было проще. Просто из-за того, что есть там специализированный процесс. Вот. Мы взяли этот грант и, как сказать, не пожалели. То есть бизнес-эффект мы получили следующий. То есть, во-первых, если говорить про функционал, мы определили уникальное торговое предложение продукта и создали первую версию. То есть мы поняли, что для нас, вот вы здесь на экране видите, то есть это какие-то события, график событий, которые с определенной там частотой случаются. Неважно, если вы видите, это наши метрики. Вот. И мы стали понимать, что эти события могут прогнозироваться в определенном интервале времени. Мы на самом деле прогнозируем там на несколько минут вперед, но этого достаточно, когда у тебя огромный там набор метрик. Вот. Если уточнять модели, обучать модель на пользователях, то она становится точнее. Мы достигли, по-моему, 96-7 процентов точности. Там есть определенный набор показателей наших разработчиков. Нам удалось это сделать и как бы окей. Это дало нам как раз вот это УТП. Мы сейчас активно по рынку с этим предложением идем. В следующем году будем выпускать функционал. Во-вторых, это дало нам возможность расширить область знаний в искусственном интеллекте именно внутри продукта. То есть не было компетенции искусственного интеллекта. То есть она была весьма поверхностная. Вот. То есть мы знали, куда идти, как, в принципе, начать эту работу. Но мы наняли людей и начали вот это вот раскапывать историю. И, соответственно, это привело к тому, что мы зародили компетенцию по машин-леернингу вообще в компании. И теперь знаем, как ее масштабировать, чтобы выпускать что-то новое. То есть, условно, если бы не было этого гранта, мы бы просто это начали позже или, может быть, как-то на это забили. А так как вообще искусственный интеллект... Вот даже такой пример приведу. Когда мы начинали это делать, я даже не думал, что, может быть, не стоит это делать. Но потом, когда стал разбираться в инновационных реалитетах страны, что требуется, почему искусственный интеллект так популярен, стал там... Чат-GPT стал там выходить, по-моему, что-то еще. Мы поняли, что это действительно то, что нам тоже нужно. И вот здесь мы получили деньги как раз на развитие этих компетенций. Вот. Что касается бизнес-эффектов, с точки зрения соответствия тренда. Мы делали это не просто так, как я сказал вначале, есть определенный от консалтеров, есть определенный вектор развития таких систем, как наш. В нашем случае это называется Hype Cycle Monitoring Observability. Вот. И здесь Гартнер нам говорит о том, что мы уже чему-то соответствуем, я вот зеленым отметил, и в будущем чему-то будем соответствовать. И здесь есть такой пункт, например, как AI Enable Block Monitoring. Это одна из фич, которые мы будем выпускать в будущем году благодаря в том числе этой деятельности, которую мы начали на средства гранта. Вот. И сейчас мы дорабатываем этот функционал и становимся ближе к тому, что хотят от нас пользователи, что они хотят видеть. Вот то, что я вам рассказываю, например, недавно я общался с председателем средств директоров МТС Банка Алексеем Клейковым, да, и когда он говорил, у нас все есть по обзервабильнице, я говорю, если мы подадим вот таким углом вам это с искусственным интеллектом, с платформой, с таким взаимодействием, приводя конкретный пример разбор, он говорит, ой, это круто, это вот то, что надо. Приходите сразу, будем как бы пилотировать. То есть есть на это спрос, поэтому это не просто так, есть тренды. Вот. В принципе, я постарался максимально, если не заложить вот свою позицию по грантовой политике там нашей компании, насколько это нам явилось полезным. Скажу, что мы сейчас в том числе попытаемся зайти на грант по коммерциализации искусственного интеллекта, потому что мы видим, что мы уже можем получить от этого выручку, получая выручку от других фич нашего продукта. Мы тоже будем работать с фондом в содействии инноваций, на мой взгляд, он довольно гибкий и отчетность по нему довольно прозрачная. Спасибо, Сергей, ребята, какие вопросы? Да, Игорь, спасибо огромное за выступление. Вот пока вы рассказывали, уже очень-очень много вопросов мне направили в рабочие чаты, начну по порядку. Первый, наверное, наиболее практический вопрос, сколько по времени готовили документы, на какие документы стоит обратить особое внимание? Мне кажется, именно по старту мы готовили документы, так как это было первый раз, около трех недель, но это было постоянно, то есть каждый день что-то, а, вот это еще нужно, то есть в таком формате, а, вот это еще нужно, и вот поэтому она так растянула. Сейчас, когда мы готовились на грант, у нас, конечно, уже это все заняло неделю, и то там просто подключая разных сотрудников довольно быстро, то, что есть определенный чек-лист. Самое сложное, это, ну, во-первых, если у вас есть как бы какой-то админресурс или там бухгалтера, всякие кадровики, то вот эти документы собрать несложно, они нестандартные. Средний списочный, численность, там, бухгалтерский отчет, но если формировать это все самому, наверное, это сложно. Вот, у меня, слава богу, были бухгалтера, которые там все это сделали. Вот, это первый такой подпункт, а основное, это было подготовить презентацию, то есть подготовить пич, который убедит фонд содействия инновациям в том, что вы правильно потратите грант, действительно, это нужно, рынку нужно вам, вот, и здесь презентация немножко отличается, потому что нужно сделать упор на технологическую новизну, и вот ее нужно очень точно преподнести технологическую новизну, и, как бы, вот эту вот перспективность той технологии, которую вы развиваете, и, соответственно, команды, которые готовы это выполнить. Вот это, наверное, основная сложность, то есть быть, но здесь надо быть просто, наверное, уверенным визионером в том, что вы делаете, и когда все получится. Игорь, ответили на второй вопрос касательно питчингов. Вот, отлично. Смотрите, вот тут вот только что поставил вопрос касательно команды. Какая была численность на момент получения гранта, и какие члены команды необходимы для получения гранта, кроме бухгалтеров? Ну, бухгалтеров, это, конечно, там не нужно покатывать фонду. Необходима команда, в первую очередь, руководителя проекта, то есть генеральный или там генеральный директор, который тащит это все и понимает, зачем это нужно бизнесу. То есть он отстраивается от рынка и дает видение продукции, ну, такой продуктован, можно сказать. Это первое, какой предприниматель. Второй, желательно, кто, или это можно спестить с первой роли вот этого генерального директора, кто занимается продажами, то есть они точно понимают, что это рынку нужно. Вот. И третье, четвертое, пятое, это, во-первых, руководитель разработки или там, какой-то технический директор, научный руководитель этого проекта и сам специалист, кто-то будет как бы делать. Вот. У нас именно такая команда была, вот пять человек туда подавалось, вот, и мы успешно это прошли. На самом деле мы даже, вот по-честному сказать, у нас даже специалистов по искусственному интеллекту не было. Мы взяли парня, который там местами подсоединялся к проекту, описали его, закинули туда анкету, вот, ну, а потом участника сменили на другого, то есть фонд позволяет потом команду перестроить и сменить. Ну, не всегда бывает, я не закладывал достаточно, потому что искусственный интеллект там сразу разрабатывался. Пять человек. Отлично. У нас еще есть вопрос такой, звучит он следующим образом, планируете ли вы получать еще дополнительные гранты от FCI, ну, как бы вы на них уже ответили, и, соответственно, у меня уже есть вопрос, уточняющий, почему именно фонд содействия инновациям, рассматривали вы другие гранты, и сразу скреплю еще одним вопросом, получали ли вы какие-либо преимущества в ходе работы с фондом содействия инноваций, может быть, какая-то дополнительная экспертиза или помощь в поиске там сотрудников, там, реализации задач, продуктов новых? Хороший вопрос. Фонд содействия инноваций, у них есть Telegram Bot, вот, это и преимущество, вот, заключается оно в том, что у них есть, на самом деле, личный кабинет, в котором достаточно все понятно, как строится там проект, немножко там, да, старевший интерфейс, но все работает на ура. Вот, ты подаешь электронную заявку, и при этом тебе Telegram Bot там, например, напоминает, там, подайте заявку, ваша заявка отправлена, статус заявки изменился, и это очень важно, потому что ты не сидишь постоянно в этой онлайн-системе. Вот, это я к тому, что они достаточно цифровизированы, и фонд этому уделяет внимание, то есть здесь вот все окей. Если их сравнить с другими, я смотрел Российский фонд развития интернет-технологий, вот, но там большие гранты по двум вот этим вот постановлениям, 550, 55, 55, по-моему, премьер-министр, вот, и у них большие гранты, чуть, видимо, сложнее отборы, но у них так и не открылся поток, я их год жидал, что-то они там, и тут началась вот эта ситуация с, там, СВО, и, видимо, они как-то там затормозились, вот. Помимо этого, в Сколково были гранты на доращивание, но они доступны были тем, кто прошел там акселерационную программу, мы тогда прошли акселерационную программу, там, от одних ребят, и мы могли, в принципе, его брать, но это уже было после фонда с содействием инновациям, но ты берешь 7 миллионов рублей, и еще там кучу работы нужно провести, то есть, и выручку набить, и команду собрать, ну, короче, в общем, требования повыше. Поэтому, возвращаясь к грантам фонда с содействием инновациям, чем они хороши, на мой взгляд, тем, что у них есть конкретные программы, вот, которые позволяют сфокусироваться на определенной области, и это позволяет участнику и грантополучателю, когда ты берешь в использовании грант, ты понимаешь, что от тебя ждут, когда ты будешь отчитываться. Если ты берешь стат и я один по искусственному интеллекту, от тебя ждут разработка прототипа по искусственному интеллекту, который будет работать, все, ты чисто на это фокусируешься, значит, возможность получить этот грант, защититься по нему выше, вот, если себе дают коммерциализацию искусственного интеллекта, там, понятно, экспорт, то-то, и там вот куча таких программ, и те участники, которые там внутри оценивают себя, я встречался, получается, три раза, потому что два раза был на старт, и так получилось, что я два раза, по-моему, встретился один раз на экспорте, и там были достаточно компетентные ребята, которые задавали правильные вопросы, вот, какие-то я даже не смог ответить, вот, где-то мы ходили и команды отвечали, вот, но компетентные довольно публика, и направление гранта довольно гибко, вот поэтому. Спасибо, и вот тут у меня еще есть вопрос касательно отчетности, сложно ли было утвердить результат по вашему новому продукту, да, и как выглядит система отчетности? в конце формируется научно-технический отчет, в котором, ну, то есть там есть отчет по финансовым показателям достигнутым, по-моему, есть отчет по затратам, которые мы принесли, то есть мы все тратили на зарплату, тут нет ничего там сложного, есть потолок по оплате, мы его там тратили, и просто говорили о том, что мы тратим, это и все, то есть зарплате вопросов нет, это самая простая отчетность, вот, и, соответственно, в конце формируется научно-технический отчет, он формируется сначала один промежуточный, то есть мы начали деятельность, сказали о том, что мы начали, что мы начали разрабатывать, описали это, вот, и в конце формировали полный отчет, то есть с чего мы начали, к чему мы пришли, и как такая, ну, как сказать, если курсовая работа, короче, курсовая работа, которую ты подробно расписываешь и показываешь как бы результат, при этом ты должен приложить результат в виде программного обеспечения, которое они могут там запустить, посмотреть. Вот. Но мы, по-моему, даже не показывали ему результат, по-моему, не прикрепляли ему. Мы просто сформировали отчет таким образом, что вывели им все показатели как бы в одном отчете. Вот. По-моему, я вот сейчас не помню, по-моему, ПО мы не давали. Мы показали все, как это работает, и все. Нам, по-моему, задали несколько вопросов нам уточняющих. Мы сказали, да, вот какие-то показатели такого там достигли. Туда-то пойдем. Ну, окей, сухой. То есть это не суперсложная процедура, но лучше дополнительно с кем-то проконсультироваться, чтобы там, чтобы сдать вовремя просто. Есть в конце, когда сдаешь этот отчет, в конце могут там отчет на проверке, например, а у вас подходит срок отчета. Вот, ну, даты, когда нужно сдать финальный отчет. И вам вернули вопрос, вы снова ответили, и опять отчет на проверке. Может приближаться дата отчета. Чтобы ее не заскочить, лучше заранее понимать, что ждет фонд в этом отчете. Отлично. Тогда, прежде чем перейти к финальному вопросу, немного отвлекусь. Мы также занимаемся, аксессуатором возможностей при ТЦМГУ Воробьеву ГОРа, получением грантов. Конечно же, основное это все гранты от фонда за 10 инноваций. У нас есть отдельная команда, которая занимается грантами. Поэтому вот все коллеги, кто присутствует, опять же, в рамках индивидуальных диагностических сессий, будем рады помочь, направить, где-то проверить, поделиться экспертизой, ну, или просто взять и сделать грант под ключ. Вот. А финальный вопрос у нас, Игорь, на самом деле, немножко даже не по теме. Вот сразу шесть компаний изъявили желание лично с вами познакомиться и обсудить, пощупать именно решение G-Monet. Можно ли это будет сделать, погодя, в рамках какого-нибудь индивидуального звонка, просто пообщаться? Я думаю, можно, да, запланировать такую сессию. В принципе, мы предоставим там вам агенты, вы раскинете это к себе быстро и выведем вам отдельные там панельки, на которых посмотрите, как это работает. Вот. Ну, здесь сейчас, может быть, по организации такой встречи вот в конце года, может быть, немножко там сдвигать сложно, потому что мы там кучу тоже проектов закрываем. Ну да, это можно и нужно сделать. Сергей, ты это организуешь как-то? Да, конечно, это мы все организуем, это я возьму под свой личный контроль. Все. Я думаю, все сегодня проговорили. У нас получилась очень, ну, скажем так, насыщенная на самом деле лекция. По сути дела, мы вначале посмотрели общий обзор. Как я уже говорил, отдельную методологическую справку мы пришлем в конце недели. Вот прослушали от Игоря настоящий кейс получения гранта, да. Он очередной раз доказал, что получение гранта – это не страшно, это обычная процедура. Которая, ну, банально необходима для развития ваших продуктов. Вот. Игорь, хотел бы отдельно вас поблагодарить. Вот. Отличное выступление. Я уверен, что все команды получили ответы на все свои вопросы. И просто спасибо. Классная презентация, классный подход. Отлично разбавили нашу немного скучную образовательную программу. Пожалуйста. Надеюсь, я был полезен. Если вы это будете использовать, я буду рад. Спасибо. Спасибо за приглашение тогда, Сергей. Я бы пошел с вашего разрешения. Ребята, всем успехов. Все, Игорь, спасибо огромное. Да, коллеги, начинаем потихоньку закругляться. Вот. Все вопросы решаем на индивидуальных диагностических сессиях. В течение недели, да и позднее можете направлять отдельно свои вопросы. Как мне, так и Игорю. Я их переадресую ему. Вот. Я думаю, сегодняшняя наша лекция прошла очень-очень успешно. Всем спасибо. Заканчиваем ее. Всем хорошего вечера. Продолжение следует...